Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Умер человек один. И попал туда, наверх. И вот он там оказался, в совершенно новой для себя обстановке. Неожиданно подходит к нему какой-то в белом одеянии служитель и спрашивает его Здравствуйте, с прибытием вас, поздравляем, что вы прибыли. Скажите, пожалуйста, куда бы вы хотели попасть? В ад или в рай? Я не понял. Я что, умер? Да, вы умерли, с жалеем. Но сейчас уже назад дороги нет, вам просто сейчас надо выбрать, куда вы хотите. А что можно выбирать? Я же знаю, что грешники в ад, а праведники в рай. А тут что у вас? Ну сейчас новые порядки, новые правила, поэтому у нас здесь все по выбору клиента. Куда вы хотите? Да хочу думать, если это так на самом деле, то, конечно, в рай. Окей. Раз. И он в рай, в дверь написано. Рай. Красиво. Птицы. Водоемы, деревья. Тишина, покой, музыка тихая. И вот он там день-два наслаждается жизнью, покоем. Подходит служитель и говорит, ну как вам тут нравится? Ну вы знаете, да, в общем нравится, конечно, если такой рай, то это классно, тихо. А может вы хотите посмотреть, как ад выглядит? Ну чтобы сравнить. Если вы не захотите там оставаться, вы можете всегда вернуться. У нас сейчас так, у нас такой сервис, у нас такие услуги. Тут сейчас все по-новому. Тут что вы? Вы раньше думали, что так, а сейчас не, ну что вы. У нас сейчас. Хотите попробовать? Какой ад? Чтобы иметь отношение, сравнение, чтобы какую-то информацию получить. А потом уже обоснованно принять решение. Тут говорят, ну вообще-то нет, конечно. Но если просто, чтобы сравнить. А можно мне потом обратно, если что? Конечно, что вы. Гарантия 100%. Даже не думайте. Окей. Так что попробуйте? Да. Раз. Дверь написана. Ад. Он открывает дверь. А там дым, коромы, сломка, бочище. Страшный кабарк. Ресторан. Пьяные мужики какие-то. Голые девицы прыгают, скачут, грудями трясут. Текила течет. На сигары то-се. Дым, музыка, ба-ба-ба, по башке бьет. Он присел, такой скромный ки, такой тихонечко сидит. Подошла девица, налила ему. Он выпил сигару то-се. Потеплело в животе. Короче говоря, ему уже нравится. И он тут поосвоился. Сидит там вокруг него, значит, компания образовалась. Раз подходит этот служитель в белом, откуда-то неизвестно, откуда взялся. И говорит, ну как вам тут в аду? Вот вы знаете, я всегда думал, что ад не такой. Рассказывали же. Ну, что вам рассказывали? Сейчас у нас такой сервис. Так что, ну, если такой. Ну, что, выбирайте ад или что? Или назад в рай. Нет, если ад точно такой, точно такой. Да вот же, ну уже здесь что? У нас же сервис, стопроцентная гарантия. Ну, если такой ад, то я оставлюсь здесь. Да или нет? Да. Только он сказал да. Да, пол раступился. Бамс, он провалился в подземелье. Грязный пол бетонный. Два черта подходят. Равнодушных, страшных, грязных, вонючих. Схватили его за ноги и тащат его по полу волоком, значит, шипящие сковородки, бросать туда, на огонь. Он кричит страшно, то все. Говорит, как же так? Мне же сказали, что это ад там. А это что? Это ад. Да ко мне же... То была презентация просто. Часто надо рассказывать эту историю, я ее часто рассказываю. Многие из нас, безо всяких оснований, и самое главное, безо всякой надежды на успех, осознанно они это делают или нет, нахваливают свой бизнес, свои продукты, свои товары, свои услуги, свою компанию, своих начальников, свою организацию, свой офис, свой маркетинг-план, свои цифры, свои доходы. Врут. Приукрашивают. Говорят только в превосходных степенях. Используют термины. Самое лучшее, самое крутое, самое новое, не имеющее аналогов. Безусловно, самое лучшее. Самый лучший маркетинг-план, самые высокие доходы, самое-самое-самое-самое. А на деле потом оказывается, что это не так. И если бы это работало на пользу, если бы они лили воду на эту мельницу для того, чтобы свой бизнес улучшить, больше результатов получить. На самом деле ведь это не так. Во-первых, человек покупает или не покупает, если он доверяет. Когда слишком сладко, когда одна патока, возникает подозрение. Во-вторых, даже если человек повелся на это дело, подписался, а потом сталкивается в реальной жизни и с продуктами, и с услугами, и с сервисом, и с логистикой, и со спонсорами, и с героями, о которых шла речь. И с маркетинг-планом, и оказывается, так да не так. Реальная жизнь-то сложней, тяжелей, требуется усилия, требуется работа, много ошибок, недостатков и так далее. Об этом никто ничего не говорил. Это вызывает у человека чувство грусти, что его обдурили, обманули. А это не способствует работоспособности, энтузиазму. Поэтому это приводит человека к депрессии, к сомнениям и, в конечном итоге, к его потере. Гораздо правильнее, гораздо эффективнее говорить правду. Это раз. Мы все страдаем. Вот сетевики, на то мы и сетевики. И в этом, конечно, есть какое-то обоснование, объяснение. Но нужно контролировать свои эмоции. Как в народе говорят, надо контролировать базар. Я извиняюсь за этот жаргон. Но на самом деле, выгоднее говорить правду. Когда ты говоришь человеку о бизнесе, хороший, пусть не самый лучший, но хороший. Я люблю, потому что потому. Товары классные, хорошие. Почему? Потому что вот история, вот история, может быть, не самая лучшая, но классная. Работать надо. И заработать можно очень много. Потому что вот этот заработал, вот этот заработал. Но они много работают. Они работают по 18 часов в день. А есть такие у нас, которые вообще не получают денег. Потому что они бездельники. А есть такие, которые используют свой потенциал на 15-20% и на 10%. И поэтому им помощь такая, и поддержка такая, и результаты такие. А тот, кто выкладывается, тот здесь может получить. И компания молодая еще. Есть всякие разные огрехи и слабости. Но мы растем, у нас есть перспектива. Вот это вызывает гораздо больше, гораздо больше веры в то, что человек понимает, что он, правда, наверное, говорит, раз ли он не кулик на болоте. Хвалит себя и свой бизнес. И вот такая история про вранье на презентациях. Я порой рассказывал такую историю. Я начинал даже презентацию с этой историей. Я говорю, я не буду вам рассказывать сладкие вещи про нашу компанию. Знаете, как один человек, и опять вот рассказываю, как он умер. А я вам правду скажу. Здесь можно много заработать, но надо много и работать. У нас классный бизнес, но у него есть еще нерешенные вопросы, мы их решаем. Тот, кто будет серьезно работать, тот разбогатеет и придет к успеху. Вот как. Выгоднее всегда говорить правду, такой, какая она есть. Оголенную. Порой, правду, да и пота же. И это срабатывает, я точно знаю. Это срабатывает. Попробуйте. Желаю вам удачи на этом поприще. Не надо врать и не надо разукрашивать в разноцветные краски свой бизнес. Он и так у нас классный. Надо говорить правду. Удачи еще раз. Удачи относится. До свидания. До свидания. Продолжение следует...